Мобилизации в России официально нет, но мужское население страны зазывают в ряды вооруженных сил. В регионах создают добровольческие батальоны. Путинской армии нужна свежее пушечное мясо. На шестом месяце войны в Украине потери в живой силе достигли 40 тысяч. В Добробаты зазывают даже российские пропагандисты. В начале недели мне довелось побывать в Чечне, в Гудермесе, где действует российский университет спецназа. Именно на его базе работает Центр подготовки добровольцев, что едут сюда со всей России. Как проходит немобилизация? Кто соглашается идти воевать? Сколько за это платят? И сколько возвращаются живыми? В России начали набирать добровольцев для участия в войне против Украины во всех 85 субъектах федерации. Из них будут сформированы отдельные батальоны. Как сообщают аналитики Американского института изучения войны, в некоторых местах набор стартовал еще в июне и активизировался в июле. Эксперты считают, что этот набор добровольцев наполнит вторую армию мира солдатами низкого качества, которым при этом придется платить большие деньги. 39 тысяч российских солдат было убито в ходе боев в рамках предназваемой специальной операции. И 34 тысячи это в определенной степени компенсирует те самые потери российских солдат. Будет ли кардинально решена проблема обеспеченности российской армии? Добровольческие батальоны РФ будут состоять примерно из 400 человек возрастом от 18 до 60 лет. Добровольцам не обязательно иметь опыт несения военной службы. Они проходят 30-дневную подготовку перед отправкой в Украину. Публика, которая поступает в распоряжение командиров этих подразделений, в основном маргинальна. Люди, которые не смогли найти себя в обычной гражданской жизни. Люди, желающие создать себе условия для так называемого социального лифта. Потому как денежного вознаграждения, которое обещается участникам договоровщиков в формировании, колебается от 200 до 360 тысяч рублей. Для российской глубинки это просто огромные деньги. И крайне сложно, будучи не специалистом, заработать такую сумму. Каким образом эти деньги будут получаться российскими военнослужащими, тоже имеем немало примеров. Когда фактически происходит педалово, обещанные выплаты в полном объеме не выплачиваются. Российская военная машина часто использует термин «проковщик без вести», дабы не выплачивать вызываемого гробового погибшего. Это называется специальная военная операция. Объявления с приглашением на военную работу висят и в торговых центрах, и в госучреждениях. Зовут в контрактники и на популярных сайтах по поиску работников. Условия разнятся от региона к региону. В московском регионе в описании вакансий пишут прямо. Прохождение военной службы по контракту в воинских частях оперативного и специального назначения на период проведения специальной операции на территории Украины. Обещают зарплату от 200 тысяч рублей. Контракт на срок от полугода. Упрощенный прием на службу. В Москве формируют столичное военное подразделение. Как сообщает издание «Медуза», и вербовщики, и сами наемники называют его «Собянинским полком», поскольку подразделение частично финансируется из бюджета Москвы. Обещают платить больше 200 тысяч рублей в месяц. В эту сумму входит доплата от мэра Собянина. При этом сам мэр Сергей Собянин публично старается как можно сильнее дистанцироваться от войны. Набор в Собянинский полк начался 1 июля. В основном в него записываются не москвичи, а жители других регионов. Хотя в Кремле, как всегда, ничего не знают о формировании подобного подразделения. Видать, неохотно вступают в него россияне. Москвичи имеют возможность получать информацию из альтернативных месточков. Если мы с вами посмотрим на статистику скачивания ВПН, то есть ресурсов для посещения тех ресурсов информационных присутствий, которые заблокированы Роскомнадзором, в Российской Федерации возросло кратно. Как минимум в 6 раз по сравнению с аналогичными периодами нового года. Безусловно, продвинутые пользователи интернета проживают в крупных республиканских центрах. И среди краяных жителей Москвы, тех людей, которые имеют определенный бодграунд, те, которые дали возможность выезжать за границу, те, кто имеет доступ к разным источникам информации, понимание как преступности тех действий, которые совершает российская армия на территории нашей страны, так и без перспективности такого рода действий. Объявить открытую мобилизацию Кремль не решается. Это грозит чреватыми последствиями. Сообщение о начале мобилизации в России пресс-секретарь Путина Песков назвал чушью, хотя эксперты утверждают, что без нее так называемая специальная военная операция продолжаться не может. Техника есть, а пехоты катастрофически не хватает. Несмотря на все заверения Кремля, мобилизация идет. Где зазывная, а где и принудительная. Категория так называемых защитников Донбасса все чаще появляется в списках погибших в последние дни боев. Именно поэтому в Кремле придумали альтернативу мобилизации – добровольческие батальоны. Большинство россиян, как показывают, опять-таки, даже данные публичносты открытых российских социологических опросов, которые показывают и высокую лояльность Путину, и поддержку войны против Украины. Но одновременно они показывают, что большинство россиян не хотят воевать. Не хотят сами воевать. И в этом плане тотальная мобилизация может резко поменять настроение в России. И дать оружие миллионам простых россиян достаточно рискованно. В том числе, учитывая исторический опыт самой России. Еще неизвестно, против кого эти россияне через некоторое время могут повернуть оружие. Скрытая или частичная мобилизация имеет в регионах разные формы. От красных палаток до вызова в военкоматы списков, кого можно, а кого нельзя призывать. Объявления постят в соцсетях, расклеивают в автобусах. Сюжеты об отважных добровольцах показывают на местном телевидении. Телефоны горячей линии по набору добровольцев теперь показывают воскресный прайм-тайм на шоу Дмитрия Киселева. Задача была поддержать добровольцев, укрепить их в сделанном выборе. Фактически в России идет полным ходом мобилизация без объявления мобилизации. Так называемые добровольцы – это все-таки не профессиональные военные. Они откликаются на зов телевизора, на зов власти, поэтому основное – это зарплата. Настроение из-за уропатриотических и алармистских в российском обществе в определенной степени превращается на позицию, не лучше, заходом войны, заходом, так называемой, специальной операции, переговорить по телевизору, слушая внимательно своего Киселева. А надевать военную форму и двигаться в боевые порядки, чтобы погибнуть буквально в первом бою, потому как военно-техническая обеспеченность среди страны обосновляют желающие живы. Системы качественной подготовки военных, которые были на рамках мобилизационных мероприятий, либо репутинговая компания, также оставляют желать лучших, поэтому шансов по таких военнослужащих выжить в ходе интенсивных боевых действий крайне нескольких. К агитации подключаются и местные чиновники. Например, губернатор Приморья Олег Кожемяка появился на экранах местного телевидения в камуфляже и каске среди добровольцев, мол, вместе с ними прошел подготовку. Мы обеспечим этот батальон всем необходимым, чтобы он в назначенный срок прибыл для выполнения боевых задач и был хорошей поддержкой тем нашим частям, которые выполняют специальную войскую операцию. В Бурятии с желающими повоевать не густо. В регионе многие уже отвоевались, поэтому обещают рассматривать даже кандидатов судимостями. Глава фонда «Свободная Бурятия» Александра Гарможапова говорит, «В Бурятии нет семей, которые бы не знали кого-то, кто погиб в этой войне». Для сравнения, российским журналистам известно всего об 11 убитых в Украине москвичах и о 30 жителях Санкт-Петербурга, что ни в какое сравнение не идет с потерями в Бурятии. В Курской области формируют батальон «СЕИМ». Обещают зарплату до 500 тысяч рублей в месяц, в зависимости от интенсивности наступательных действий и при нахождении за пределами России. Цифра огромная, средняя зарплата в регионе 41 тысяча рублей. При этом в задачи батальона будет входить подвоз на передовую продукта, воды, топлива, боеприпасов. Ну, какой танк поедет, мягко скажем, без наличия топлива, не будет вести бой, будет вести бой без наличия боеприпасов, если танкист не будет покормлен, а будет одет. Я весьма скептически отношусь к заявлениям российских рекрутеров, которые уверяют, что кандидатов на те или иные должности, откроют подразделения Российской Федерации, армия Российской Федерации, что именно на этих должностях в дальнейшем и будут проходить службу в лучшую указанную персонажу. Возможно, приду в боевые подразделения, они и будут отправлены в боевые порядки на первой линии, они будут тянуться где-то каторщиками в кругу канталу. В Татарстане формируют уже второй батальон добровольцев. Он будет называться «Тимер», что в переводе означает «железные». Ранее несколько сотен мужчин уже отправились на учения в Оренбургскую область. Их батальон назвали «Алга», в переводе с татарского «Вперед». Бизнесом, а кому-то же нужно служить, поэтому принял решение идти по контракту служить. Больше всего добровольцев собирается рекрутировать Чеченская республика. Рамзан Кадыров хвастается, что уже собраны четыре батальона. Ахмат, Север, Юг и Восток. В них набирают исключительно чеченских ребят. Точных цифр по количеству набранных добровольцев, которые подпишут или подписали контракты, в открытых источниках нет. Но интересно, что Ахмат не будет воевать в Украине. Руководитель Рамзан Кадыров принял решение, что этот батальон не отправляет для выполнения специальной задачи в рамках этой так называемой специальной военной операции. Оставляет их на территории Чечни. И многие эксперты сходят во мнении, что это связано с тем, что лидеры Тейпов крайне негативно воспринимают информацию, связанную с колоссальными потерями среди представителей Чеченской республики. Вот это так называемая специальная военная операция. В целом в России, по данным портала «Работа России», федеральной государственной базы вакансий ищут в пределах 22 тысяч военнослужащих для заключения контрактов. Вербуют и заключенных. За участие войны им предлагают амнистию и зарплату в 200 тысяч рублей. Правда, возникает вопрос, нужна ли будет амнистия. Известно, что на Донбассе погибли не менее трех зэков из петербургской колонии. Еще двое лежат с ранениями в одной из больниц Луганска. При этом в медицинских документах не указаны их имена, только клички или позывные. Из-за этого семьи погибших зэков компенсацию от государства, так называемые «гробовые», не получат. Только с питерской колонии номер 7 завербовали около 40 человек. Официально Россия не ведет войну, поэтому контрактники не обязаны ехать в Украину. Но, если есть приказ, отказаться от его выполнения сложно. За отказ ехать на войну контрактников могут и уволить. С марта, в тексте типичного контракта, появилась поправка, которая делает отказ от участия в спецоперации за рубежом прямым основанием для увольнения или любого дисциплинарного наказания. Например, отправки в дисциплинарный батальон. Согласно исследованиям журналистов с открытых источников, всего за время войны участвовать в ней отказались почти 1800 российских военных. От Бурятии было как минимум 500 отказников. Российских контрактников, которые отказываются продолжать участие в войне с Украиной, содержат подстражей на оккупированной территории Луганской области. Там находятся как минимум 234 человека из разных военных частей. В ближайшее время ожидается внесение в Госдуму Российской Федерации соответствующих изменений. По эти самые протоколы, нормативно-правовую базу Российской Федерации, которую будут фактически обязывать умений и действующих военностей, значит, брать участие в том числе в таких сомнительных и даже преступных военных мероприятиях. Плюс под нашим вопросом стоит реализация проекта под названием так называемый как-то срочный для трех месяцев военных контрактов. Есть вероятность, что эта опция будет у него и призванный в рамках такой рекомендуемой компании Российской Федерации будет выливать до подлинного конца. Официально Россия потери на войне в Украине не раскрывает. В украинском генштабе утверждают, что на шестом месяце войны цифра приблизилась к 40 тысячам. Бывалые российские военные, которые прошли ад украинской войны, видели, как ихние товарищи превратились в удобрения, не рекомендуют сослуживцам ехать в Украину. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова